Всем привет! В этом видео я покажу и расскажу, как канал Кадр потерял полторы тысячи долларов и как этого избежать новым авторам на YouTube. И это действительно не кликбейт, смотрите сами. Заходим в творческую студию YouTube и открываем панель авторские права. Здесь отображаются ролики других авторов, которые использовали наш контент в своих видео и мы их монетизируем, так как являемся правообладателями этого контента. Но не все знают, что снизу есть ссылка на список ваших же видео, внутри которых уже наоборот используется чужой контент, часть видеоролика или музыка. И уже в этом случае монетизация с ваших видео уходит другим авторам. В 2012 году, когда мы только запустили наш канал, физически не существовало адекватных легальных способов использовать музыку в своих видео. Поэтому мы скачивали со всяких там торрентов, библиотеки треков, которые так и назывались без авторских прав. И вначале все было ок. Но через некоторое время правообладатели этих треков заявляли в YouTube свои права. И все автора, которые использовали эти треки в своих видео, моментально лишались права на монетизацию. И эту монетизацию получали правообладатели, собственно, этих треков. И все, ты уже ничего не можешь с этим поделать, ведь перезаливать старые ролики уже просто не было никакого смысла. У нас таких роликов накопилось суммарно на полтора миллиона просмотров. А это примерно полторы тысячи долларов дохода с монетизацией. И я тут посчитал, что если бы у нас была возможность платить вот прям с первого дня и до сегодняшнего, то это бы вышла сумма примерно в тысячу долларов. И мы бы оказались бы в плюсе на 500 баксов. И это с учетом того, что в основном вот эти немонетизируемые видео это с 2012 по 2014 года. Итак, что же делать в 2021 году, чтобы не получать клеймы за нелегальное использование музыки в своих роликах? У меня есть для вас два действительно крутых варианта. Один условно бесплатный, причем только на время. И второй полностью бесплатный. Итак, первый это тот, который мы уже используем последние этак лет 6. Это эпидемик саунд, который стоит 13 евро в месяц или же меньше 10, если платишь сразу за год. В нем собрана огромная библиотека музыки с удобными фильтрами. И что самое приятное для новых авторов, по нашей ссылке в описании вы можете бесплатно использовать музыку в неограниченных количествах в течение одного месяца. За этот месяц вы можете залить на свой канал хоть сотню новых роликов с музыкой, уже в которой авторские права будут подтверждены и все у вас будет ок. И даже если по истечении этого бесплатного месяца вы не захотите платить за подписку, все равно монетизация на всех ваших видео останется. Но если вы просто накачаете кучу треков, а ролики с этой музыкой на ютуб в течение этого месяца не зальете, тогда к вам таки по истечении этого срока клейм прилетит. И вам придется либо смириться с потерей монетизации, либо оформить платную подписку. Сервис конечно классный, но если у вас физически нет денег, тогда эта схема сработает только на месяц. Что же делать дальше? Использовать пиратскую музыку и лишаться монетизации? Ну так это же порочный круг, нет монетизации, у вас не появятся деньги на платную подписку и таким образом у вас никогда не появится монетизации. А ведь какой-то из ваших роликов даже ранний легко может выстрелить в любой момент и попав просто в рекомендуемое, если вам просто повезет и наберет сотни или даже миллион просмотров. И вы потеряете средства, которые вам очень нужны, особенно в начале. Но теперь у меня есть для вас ответ, что делать. Это сервис TuneTank. С ним вы можете качать неограниченное количество треков и свободно использовать их в своих видео, без лимита по срокам и по количеству. Звучит немного неправдоподобно, правда? Я тоже в начале был настроен скептически, потому что бесплатный сыр, как говорится, только в мышеловке бывает. Поэтому решил все проверить сам. Вот в этих двух видео на канале используется музыка именно оттуда. Сходите потом, зацените. Чтобы не получить клейм за использование этих треков, нужно добавить в описание к ролику на YouTube ссылку на этот трек. Ссылку можно скопировать прямо во время скачивания трека с TuneTank. Но если вы долго подбирали подходящий трек, перебрали несколько вариантов, скачали их, то потом искать ссылку конкретно на тот, который вы использовали, уже как-то неудобно. Поэтому есть другой вариант. Просто добавить в описание фразу музыка взята с TuneTank.com. Этого достаточно, чтобы не появились клеймы. Если же что-то в автоматическом режиме не сработает, или же вы просто забыли добавить ссылку в ролик, когда его загружали и публиковали, у вас всегда есть возможность вручную добавить конкретный ролик на YouTube в white list. Таким образом отбелив его. Честно говоря, я был впечатлен, как это работает. Один из роликов я сначала загрузил без ссылки в описании на YouTube, и естественно сразу прилетел клейм от правообладателя музыки. Я добавил этот ролик в white list, нажал кнопку снять жалобу, после этого переключился на творческую студию, обновил страницу и клейм был уже снят. Как так быстро это работает, я не знаю, но я был в приятном шоке. Важный момент. Один раз сняв клейм с какого-то ролика, вы больше его никогда не получите на то видео, с которого вы уже сняли. Потому что так работает система Content ID YouTube. Это значит, что даже если владельцы TuneTank в будущем изменят условия доступа, например, только в оплатной подписке, вашим уже загруженным видео со снятыми клеймами уже ничего не будет угрожать. Теперь у вас в голове должен родиться другой резонный вопрос. Раз музыка приоставляется бесплатно, тогда в библиотеке должно быть там 2,5 хиленьких трека, которые ты и бесплатно юзать не будешь. Правильно? Но и здесь все ок. Музыка на TuneTank эксклюзивная, они сами издают альбомы своих артистов. На текущий момент треков несколько тысяч, но разработчики обещают к концу лета удвоить эту цифру. Да, это не такой гигантский выбор музыки, как на том же Epidemic Sound. Но тем не менее, здесь есть хорошая подборка треков в разных жанрах. И если уже заговорили про выбор, то здесь нет таких фильтров, как например по темпу трека или похожая на тот трек, который вам уже понравился, как на том же Epidemic Sound. Но важно, что главные фильтры есть. Это по жанрам, по настроению и по типу видео, в котором вы собираетесь использовать музыку. А также есть сортировка треков по популярным, новым, длинным и коротким. Давайте попробуем найти трек для фона в разговорное видео. Для начала нам нужно выбрать правильную категорию. Например, мне кажется подойдет People and Blogs, потому что нам нужно видео для нашего интервью или влога. Ну кстати, отличный трек, чтобы вставить свой влог на небольшой громкости. И он поддерживал динамику вашего видео, по-моему, прям сразу с первого раза попадания. Идем дальше. А вот это, мне кажется, как раз более такой спокойный, уравновешенный, как раз для интервью, чтобы он не отвлекал от того, о чем говорят интервьюеры. Да, и у вас получилось, скажем так, просто добавить какого-то такого муда в ваше интервью. Оно стало более интересным, более что ли богатым. Ну слушайте, это прям сразу трек для какого-то интро, опять же для влога, для интервью. Чтобы там какую-то нарезочку сделать, вставить, такое динамичное и пошло, собственно, основная часть видео. А теперь поищем какой-то более динамичный трек под перебивку с биролами. И снова выбираем категорию. На этот раз давайте пусть это будет, например, гейминг. Мне кажется, должно подходить под какую-нибудь нарезочку. Ну смотрите, вот этот трек идеально подходит, чтобы так под бит нарезать планы, после этого вставлять между вот в эти паузы черные экраны и будет прям стильно смотреться. Вот вам тоже нарезка для каких-то биролов, например, с велосипедом или какой-то поход в горы, как там что-то собирается активно, такая мужская тема, тоже отлично. Есть четкая ритмичность, легко нарезать ваш футаж и получить классный материал. Короче, все очень просто, куча треков прям по звуковой волне. Можно понимать, где и в каком месте есть интересующая вас зона, которую вы сможете использовать для нарезки в своих биролах. Кстати, лучше выбирать такой трек еще до съемки. Таким образом, проанализировав его, вы сможете лучше понимать, сколько и чего вам нужно наснимать, с какой динамикой, с каким темпом, чтобы оно лучше лягло и под бит, и под темп. Естественно, здесь нужен определенный опыт. Но факт в том, что библиотека TuneTank достаточно обширна и удобна для профессионального использования ютюберами. Рядом с частью треков стоит значок PRO. Это значит, что его можно использовать только с подпиской. Радует, что таких треков меньшинство, и TuneTank не выкручивает тебе руки, отдавая бесплатно тухляк, а все самое сочное только по подписке. Хочешь больше, плати. Не хочешь, можно пользоваться и так. Еще PRO аккаунт дает возможность добавить весь канал в вайтлист, и таким образом не париться с подписями в описаниях и добавлением каждого ролика по отдельности в вайтлист. Стоит всего 8 баксов в месяц или 6,5 в месяц при оплате подписки на год. То есть это как с подругой один раз в кофейню сходить. Фактически это получается вдвое дешевле, чем в Epidemic Sound. И опять же, это не необходимость, это просто возможность когда-нибудь в будущем сделать апгрейд. Надеюсь, теперь вы не будете повторять наших ошибок и не будете использовать так званную Royalty Free музыку, где в дальнейшем правообладатель этой музыки может в любой момент заявить свои права, и вы просто лишитесь всей монетизации на всех ваших видео, где вы использовали эту музыку, и просто впадете в депрессию. Выбор теперь у вас большой. Это платная подписка Epidemic Sound и гигантская библиотека у вас в кармане. Бесплатная 30 дней на Epidemic Sound по ссылке в описании. Бесплатный сервис TuneTanks с обширенной библиотекой эксклюзивных исполнителей и не ограниченной по времени. А также платная подписка TuneTanks с расширенной библиотекой и простотой использования. Надеюсь, это видео хоть кому-то поможет не попасть, как мы однажды это сделали. Ставь лайк за полезность этого видео и подпишись на этот канал, если по каким-то неведомым причинам ты до сих пор этого не сделал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok